Сегодня, кому не лень, кто только не просто критикует, материт, опускает Кадырова. Все это вообще стало теперь мейнстримом. Ратибор, по-моему, да, его позвонок был. Когда ему задали вопрос про Адама Деремханова, он спросил, а кто это? И когда сказали, это депутат Госдумы, первое от Чечни, кадыровский депутат Госдумы, первое, что он сказал, он говорит, я, а нет, я эти тиктоки не смотрю. Понимаете, ассоциация какая. Они потеряли вот эту репутацию из страшных и опасных ребят, они превратились в клоунов, в тиктокеров. Итак, я хочу начать с темы переформатирования отношения кадыровцев, кадырова к сторонникам чеченской свободы. Обратите внимание, вот мы не так давно проводили эфир на чеченском языке, на партийном канале. Это было, по-моему, в середине прошлого года, когда был разгар войны в Украине. И мы как раз тогда говорили о том, что в случае поражения России, тогда очень много было разговоров про возможное поражение России в войне, так как Россия моментально захлебнулась при попытке трехдневного захвата всей Украины, захлебнулась, понесла огромные потери. Затем был тот самый жест доброй воли, то есть оставление одного из направлений российского наступления на Киев. Затем было отвоевание Лимана всей Харьковской области. То есть вот эти вот поражения, они тогда, поражение России и тактические победы Украины, они привели тогда к таким разговорам о неминуемом поражении России. И мы тоже, освещая эту тему, общались. И я как раз тогда озвучивал мысль, что Кадыров, когда он почувствует, что Россия, возможно, сейчас проиграет войну, и неважно в каком формате будет этот проигрыш, конечно, ослабление кремлевской власти подтолкнет Кадырова к тому, чтобы он принимал какие-то очень радикальные меры. И я не исключаю, что он может вполне себе объявить суверенитет, свободу, сказал тогда я. И вообще речь у нас тогда шла о том, как себя поведут некоторые товарищи здесь, в Европе. Это было все, конечно, в контексте событий. И я говорил об этом, что если он объявит суверенитет, скажет, все, мы теперь свободны. Вот путь Ахмата Кадырова был, спасение народа. И вот тогда, значит, спасением народа было сдаться России, кинуть народ под российские сапоги. А сейчас спасением народа будет отделение от России. Просто вот это ему нужно будет сказать. И не нужно даже менять ни флаг, ни сам путь, ничего менять не нужно будет. Просто, в принципе, как и обычно, очень интересно, он так переобуется в какой-то момент. И я тогда говорил, как себя поведут многие товарищи здесь, в Европе, готовые переобуться, уже несколько раз переобувшиеся. Сколько будет среди них, вот среди этих ярых борцов за свободу, сколько среди них будет тех, кто скажет, о, а мы как раз свободу и хотели. И если Кадыров за свободу, то мы теперь с Кадыровым. И, значит, примкнут к нему. Почему я все это говорю? Обратите внимание на то, как устами того же Джамбетова сегодня, да, не так радикально, сегодня нет какой-то речи о суверенитете или так далее, но обратите внимание, как у них изменилась риторика в отношении погибших наших героев, борцов за свободу. Обратите внимание. Вот эти вот процессы, они не происходят так сразу, как раз радикально в один момент, типа, ну, у некоторых происходит, у того же Джамбетова, например, он вчера борется с Россией, для него Россия главный враг, сегодня он уже Россия мощь, там, и так далее. Но в глобальном смысле таких резких обычно перемен не бывает. Все происходит постепенно. И Кадыров, он чувствует вот это вот, он как бы держит руку на пульсе, и он чувствует ослабление центральной власти, ее усиление, он чувствует, как отражается на силе этой власти, отражается военная обстановка в Украине. И вот эти вот любые выпады Пригожина в сторону российского командования, эти все эти моменты, они по-любому влияют на центральную власть. И Кадыров это очень хорошо чувствует. И вот уже сейчас происходит такое вот, такое переформатирование отношений. Да, он, конечно, сегодня не ведется никакой речи там про суверенитет, отделение Чечни и так далее. Но риторика, она уже изменилась. И это неспроста это все происходит. Понимаете, если несколько лет назад Басаев, Хаттаб, Масхадов, Гилаев, все они были шайтанами, бандитами, террористами, трусами. Да как только он над ними не издевался в своих фантазиях. Что только он про них не говорил. Гилаева там убили, перепутав его с медведем, типа пограничники, говорил нам Кадыров. Про Басаеву он говорил, что он вообще никогда, вообще не является смелым человеком. Там типа я мечтал с ним встретиться на поле боя, там какую-то такую чушь у него с Пробараева, про всех. Обратите внимание, сейчас как изменилась риторика. Сейчас мы устами Джамбетова, Хусейна, того самого, кто воевал в Украине, пел дифирамбы Закаева, сейчас поет дифирамбы Кадыров. Вот устами этого человека, что мы теперь слышим? Мы слышим слезные обращения к европейской диаспоре чеченцев, к бывшим участникам сопротивления. Он им говорит, давайте, говорит, наладим диалог. Озвучьте, что вас не устраивает. То есть уберите, он говорит, неприемлемость, полное неприятие, отторжение. Вот это уберите. Давайте поговорим об условиях. Мы готовы, он говорит. Здесь есть свобода, там, здесь все, что необходимо есть. Тут вот хозяева, тут чеченцы, чеченцы рулят, чеченцы хозяева своей земли. С чего вдруг, с чего вдруг вот такое вот изменение этого формата общения, изменение позиций в отношении наших героев, ушедших борцов за свободу, с чего это происходит. Это все, это такая, знаете, подготовка к возможным дальнейшим изменениям. На всякий случай. А как иначе вы это еще объясните? Как вы думаете, лежал такой Кадыров на своем золотом диване в какой-то момент и подумал, ну, все это время он записывал нам эфир и говорят, что там Басаев, Гилаев, Шайтаны, а-а-а, я их там, то-то-то. И потом, на тебе, проснулся и думает, в принципе, ну, не такие уже плохие они были, ребята. Почему бы нам не попробовать наладить диалог с их сторонниками и так далее? Конечно, нет. К этому, к смягчению риторики, к смягчению отношения этим нашим героям в целом к идее независимости, то, что вообще слово вот это вот маршу, независимость, то, что там волк, как герб, это все начало мусолиться даже в кадыровских каких-то передачах, там, пабликах и так далее. Это все говорит о том, что есть запрос на то, чтобы немножко размыть границы. Возможная подготовка к каким-то более глобальным событиям. Все возможно. Я не предсказываю никаких событий. Более того, сейчас вообще не приходится говорить там про какое-то поражение России, там, о войне и так далее. Понятно, что это такие процессы, которые очень тяжело предугадать. Но то, что в целом в России эта война привела к серьезным изменениям, и не столько даже экономическим, сколько к политическим, как, например, культ того, что Кадыров где угодно, кого угодно там в России достанет, что его нельзя ругать за какие-то слова там к сторону Кадырова, заставят извиняться и так далее. Вы помните, как это было до вот этих вот событий? Но, до событий в Украине. Но к чему они пришли после событий в Украине? Сегодня кому не лень, кто только не просто критикует, материт, опускает Кадырова. Все это вообще стало теперь мейнстримом. Теперь любой начинающий блогер, любой пацан для того, чтобы в принципе набрать какую-то аудиторию, хайпануть, он начинает с того, что с ног до головы материт Кадырова, Кадыровцева и так далее. Понимаете, как все изменилось? То есть вот эти вот процессы, они, хочешь не хочешь, они ослабляют эту политическую власть, а ослабление политической власти приводит к тому, что они вынуждены как-то менять свою риторику, менять формат взаимоотношений и так далее. Вообще, в целом, война в Украине, она для Кадырова, она стала вообще фатальной. Потому что она не только сделала, вот как у нас в чеченцах говорят, это не просто упростило критику в отношении Кадырова, вывело это вообще на какой-то новый уровень. Это еще и в целом всю кадыровскую репутацию привело к какой-то клоунаде. Если до войны в Украине и, ну, в основном на просторах СНГ, как говорили или как знали Кадырова, что это какой-то наделенный невероятными полномочиями и властью человек, который не брезгует нарушением российского же закона, ему дано это право даже на нарушение российского закона самим Путином, и он, в принципе, где угодно, кого угодно достает. У него есть большое количество людей, некая личная кадыровская армия, вот так про них писали, да? Кадыровская армия, у него, значит, это там 20 тысяч, 30 тысяч хорошо вооруженных людей, обученных там и так далее. И они, значит, готовы в любое время там, где угодно, кого угодно настигнуть. А что сейчас? Сейчас не то, что там в Украине, то есть не то, что враги Кадырова так о нем говорят, а даже, по сути, коллеги и братья Кадырова, то есть российские военкоры, российские, там, те же ЧВКшники, представители российской армии, они все говорят о Кадырове теперь исключительно, точнее, не только о Кадырове, а вообще в целом о Кадыровцах, исключительно о тиктокерах. Понимаете, насколько они потеряли вот эту репутацию из страшных и опасных ребят, они превратились в клоунов, в тиктокеров. Теперь, даже когда как-то политкорректно попытался представитель ЧВКшники вот этой военной кампании, Ратибор, по-моему, да, его позывной был, когда ему задали вопрос про Адама Деремханова, он спросил, а кто это? И когда сказали, это депутат Госдумы, первое от Чечни, Кадыровский депутат Госдумы, первое, что он сказал, он говорит, я, а нет, я эти тиктоки не смотрю. Понимаете, ассоциация какая. То есть депутат Госдумы ассоциируется ни с Государственной Думой, ни с парламентом, ни с законами, ни с Мариуполем, который они утверждают, что они взяли, что они там какие-то очень грамотные бои проводили. Нет, не с этим. А ассоциация у него сразу же. Адам Деремханов, кто? Кадыровский депутат. А, тикток, значит, тиктокеры. Ага, снимают. То есть понимаете, насколько они лишились вот этой вот репутации, понесли очень серьезные репутационные потери. И это все не могло не отразиться и на внутренней, и на внешней политике Кадырова. Под внешней я имею в виду его взаимоотношения с нами, с диаспорой, с чеченцами, которые выехали. Они имеют совершенно иные взгляды, заявляют, открыто заявляют о том, что не хотят быть в составе России. Если до сих пор мы были бандитами, террористами, шайтанами, экстремистами, как нас только не называли, и умерших, и живых. То сейчас устами Хусейна Джамбетова нам говорят, ребята, давайте будем налаживать диалог. Расскажите, он всячески пытается вытащить на диалог, чтобы сказали, ну в принципе. То есть понимаете, нам нужно принять, в целом принять, сказать, что мы в принципе не против вас. Просто нас не устраивают вот какие-то нюансы. Понимаете? Примите, примите Кадырова как руководителя, как Мех, да, как Батчах, да, примите его, говорят. А дальше будем с вами о нюансах говорить. То, что вам не нравится, может быть, мы это как-то там уладим, уберем. Что вам не нравится? Чего вы хотели бы, что вы хотели бы изменить? Понимаете? Ну предложите, вот этот вот диалог нужен. И им сейчас очень хочется побольше людей, причем таких каких-то одиозных, им желательно участников боевых действий, воевавших против России, имеющих заслуги, людей, которых знают. Им важно этих людей сегодня переманить на свою сторону. И они очень серьезно сейчас над этим работают. Они готовы любые вопросы, там любые даже убийства, которые были, то есть в столкновениях с ними, они готовы закрыть на это глаза. Они готовы это с точки зрения российского законодательства, там каких-то личных вопросов, все это уладить. Лишь бы переманить этих людей как можно больше, то есть тем самым получить эту поддержку. И возможно это такие стратегические даже действия для каких-то дальнейших возможных глобальных изменений. Поэтому все эти моменты нужно отслеживать. Это не просто так, это не просто какой-то блогер что-то там говорит. Вы понимаете? Да, он-то сам по себе является таковым, его не нужно воспринимать как серьезного человека. Однако его устами говорят там совершенно другие люди. Вы же понимаете, когда он поехал в Чечню и из Чечни начал эти вещи говорить, то он говорит только то, что ему разрешают. И только то, что хотят, чтобы он нам говорил. Он не будет говорить ничего того, чего бы там не хотели. Понимаете? Поэтому на эти вещи нужно обращать внимание, за этим нужно следить. Субтитры создавал DimaTorzok